Здравствуйте, меня зовут Ефремов Валерий Анатольевич, я доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И сегодня я предлагаю поговорить с вами о русском канцелярском. Думаю, что имеет смысл сначала поговорить о том, как выглядит официальный деловой стиль в современном русском языке, из каких путь стилей он состоит, какие характеристики его определяют, а во второй части поговорить о наиболее насущной проблеме современного русского языка о канцелярите. Итак, как и в любом другом развитом языке, в русском есть так называемый официальный деловой стиль. Он необходим для составления разного рода документов и в зависимости от их функциональной принадлежности мы можем выделить три подстиля. С одной стороны, законодательный подстиль, который обеспечивает успешное общение в сфере правовых отношений между гражданами или организациями. Второй, это административно-канцелярский подстиль, который обеспечивает организацию регулирования совместной деятельности. И третье, с чем мы практически никогда не сталкиваемся, это дипломатический подстиль, который связан с осуществлением международных контактов. Как любой функциональный стиль, официальный деловой стиль имеет свои характеристики. Для нашего дальнейшего разговора, думаю, имеет смысл остановиться на четырех базовых из них. Первое, это стандартизированность. Второе, точность, не допускающая толкование. Третье, строгость и простота изложения. И четвертое, это официальный характер текста. Итак, что же подразумевается под стандартизированностью? В отличие от научного или публицистического функциональных стилей, официальный деловой стиль предполагает очень жесткие рамки для создания моделей текста. То есть, в отличие от научной статьи или публицистического эссе, в официально-деловых текстах все очень и очень жестко структурировано. Именно поэтому ученые выделяют как минимум пять разных типов текстов, присущих официально-деловому стилю. С одной стороны, это линейная запись. Это привычные нам практически со студенческих лет формы документов, как заявление, доверенность, служебная записка, автобиография. Все эти документы строятся по жесткому жанровому канону и обучение им входит, собственно, в программу хорошей школы. Второй тип, это трафарет. Разного рода справки, контракты, договоры. В такого рода документах нам остается лишь вставить нашу фамилию, адрес, паспортные данные и в целом документ готов. То есть, мы минимально принимаем участие в создании такого рода документов. Третье, это таблицы. Ну, прежде всего, это финансовые отчеты и понятно, что это совершенно специфическая форма документа, которая существует почти исключительно в официально-деловых текстах, потому что научные таблицы выстраиваются по другим принципам и по другим формам организации. Четвертое, это анкета. Вспомните, допустим, листок по учету кадров, где нам нужно описать всю свою биографию, но не в виде текста, как линейной записи, а в виде заполнения соответствующих граф, соответствующих пустых мест. Ну и последний, пожалуй, наиболее распространенные по количеству разных жанров, это тексты-аналоги. Сюда входят приказы, решения, постановления, указы и так далее и тому подобное. Точность – это базовый и, на мой взгляд, один из самых важных параметров существования официально-делового стиля. Точность не допускает никакого инотолкования. Именно поэтому все официально-деловые тексты должны быть жестко структурированы с одной стороны и прочитаны только одним образом. Как лингвистический эксперт я могу сказать, что многократно сталкивался с ситуациями, когда адвокат, истец или, например, та или иная организация в качестве истца или в качестве ответчика обращается за помощью в толковании того или иного документа, в некоторых случаях речь может идти даже о законодательных актах. В качестве примера приведу случай, который произошел несколько лет назад, когда в наш университет обратилась за помощью прокуратура для того, чтобы ответить на следующий вопрос. В санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах 2.4.1.12.49.03, прошу прощения, но так именно и выглядит официально-деловой язык в современной России, есть следующая фраза. В детском образовательном учреждении следует предусмотреть два зала. Один для музыкальных, другой для физкультурных занятий площадью не менее 75 квадратных метров каждый. При залах оборудуют кладовые для хранения физкультурного инвентаря площадью не менее 6 квадратных метров. Вопрос. Тот вопрос, который и стал камнем преткновения для данного юридического разбирательства. Стоит ли по смыслу изложенного в тексте, задает вопрос прокуратура, понимать, что кладовая должна являться частью физкультурного зала, либо ее помещение должно находиться с ним рядом, располагаться за его пределами? Таким образом мы понимаем, что по большому счету вопрос связан исключительно с использованием предлога «при», что означает комната для спорта инвентаря при физкультурном зале, внутри этого физкультурного зала или рядом. Так вот, проблема заключается в том, что если мы обратимся к любому толковому словарю современного русского языка, то мы увидим, во-первых, что предлог «при» многозначен, а во-вторых, к сожалению, у него есть оба этих значения. С одной стороны, предлог «при» указывает место положения рядом, и в этом смысле он синемичен таким предлогом, как «около», «возле», «у», «рядом с», например, может сказать «комната при кухне», или «часово не стоит при дороге», то есть понятно, что одно помещение не входит в другое, но у предлога «при» есть и синемичное значение «в» и «на», то есть это описание ситуации, когда тот или иное учреждение, тот или иной предмет входит в состав чего-либо. Например, можно сказать, что при Доме культуры открыта библиотека, при станции работает буфет и ресторан. Таким образом, данный СНИП, который я процитировал чуть выше, это пример плохого официально-делового документа, потому что в нем нарушена базовая, еще раз почитаю, очень важная для официально-деловых текстов характеристика, точность и ясность. В данном случае, благодаря, в кавычках, благодаря предлогу «при» мы видим некую двусмысленность. Следующий параметр официально-деловых текстов – строгость и простота изложения. В официально-деловых документах все слова должны быть использованы в прямом значении. Там недопустимы никакого рода метафоры, никакого рода образные средства, и синтексик должен быть максимально простым и правильным, то есть то, что на науке называется неинвертированным. При этом мы должны очень четко понимать, что самые длинные предложения в современном русском литературном языке принадлежат не Льву Николаевичу Толстому, хотя одно из предложений из его знаменитого романа «Война и мир» действительно попало в книгу рекордов Гиннесса как самое длинное предложение на русском языке, но гораздо, гораздо, гораздо длиннее предложения мы встречаем, например, в тех или иных кредитных договорах или договорах, составляемых между двумя организациями. Как только мы ставим, допустим, фразу «кредитор обязуется» двоеточие 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вот все эти пункты – это, по большому счету, будут элементы одного сложного предложения. Таким образом, мы понимаем, что синтексис официально-деловых текстов, с одной стороны, должен быть строг и прост, но это не означает, что он должен быть минималистичным. Ну и в качестве строгости можно привести такого рода пример. Может ли врач в приемном покое поступившего пациента описать следующим образом? Поступил пьяный в дрободран мужик годков 30 со сломанной грабкой и фингалом под глазом. По сути, в этом предложении сказано именно то, что произошло. Однако мы понимаем, что официально-деловой стиль ни в коем случае не допускает такого рода сниженную лексику, такого рода инвертированной конструкции, как мужик годков 30. И, по всей видимости, запись должна была бы выглядеть несколько иначе. Поступил мужчина лет 30 в состоянии сильного алкогольного опьянения с переломом, допустим, плеча и гематомой вокруг глазного яблока. И со строгостью и простотой изложения, собственно, связан последний важный критерий текстов официально-делового стиля – это официальный характер изложения. То есть для такого рода текстов строго-настрого запрещены, допустим, разговорные синтаксические конструкции или чрезмерно экспрессивные слова. Хотя в некоторых случаях мы можем говорить о том, что часть канцелярских словосочетаний или производных предлогов могли иметь в свое время эмоциональную или экспрессивную окраску, но сейчас официально-деловой язык – это, безусловно, мертвый язык. Ну и в качестве примера нарушения официального характера изложения можно привести забавный текст, который в свое время опубликовал Корней Иванович Юковский, высмеивая то, как иногда русский человек достаточно превратно понимает требования официальных зловых бумаг. Приведу пример. Доверенность. Пусть Воронину и Сергею отдадут мою зарплату. Он как будто человек честный и, надеюсь, денег моих не растратит. Мы понимаем, что для того, чтобы назвать сей документ доверенностью, нужно, конечно, очень и очень постараться. Безусловно, это, опять же, по содержанию может быть и похоже на доверенность бумага, но в реальности это совсем не так. И прежде, чем мы перейдем к канцеляриту, я бы хотел отметить, что, как у любого функционального стиля, безусловно, у официально-делового стиля есть свои лексические единицы. Ну, если мы возьмем, допустим, научный стиль, то мы понимаем, что в научном стиле есть свои лексические единицы в виде терминов, причем термины дробятся на общие научные, узко-специальные и, допустим, оказиональные. Также и лексика официально-делового стиля имеет свою подразновидность. Мы можем говорить, с одной стороны, о канцеляризмах, классическом понимании этого слова, с другой стороны, о речевых штампах. И вот все чаще говорят о том, что для лексики современного официально-делового стиля характерны так называемые универсальные слова. Остановимся на них чуть подробнее. Итак, что же такое канцеляризмы? Канцеляризмы – это, собственно, и есть базовые единицы лексического уровня официально-делового стиля, и именно они и отличают, в первую очередь, тексты документов от научных или публицистических текстов. Такой вроде пример, как ввиду того, что в целях осуществляется намеченных задач, пользоваться спросом, насильные вещи из уголовной хроники. Весьма распространенный канцеляризм на слово «данные», на данном этапе, в данный период, при данных обстоятельствах и так далее, и тому подобное. И вот перед нами первый звоночек. Пожалуйста, если вы пишете собственные тексты, и если этот текст не связан с официально-деловыми документами, не используйте слово «данные» вместо «местоимения этот». Практически в каждом случае мы легко можем заменить это очень канцелярское слово «данные» на «местоимение этот». Итак, в самих по себе канцеляризмах нет ничего страшного. Это такой же базовый элемент официально-делового стиля, как, допустим, экспрессивная лексика для публицистического. Второй разновидностью лексики официально-деловых документов можно признать речевые штампы. И слово «штамп» здесь не случайно. Это действительно когда-то, быть может, и модные слова или словосочетания, которые со временем износились и потеряли свою экспрессивность, свою окраску. И в этом смысле они могут допускаться, безусловно, в официально-деловых текстах, но уже совсем странно выглядят вне такого рода стиля. Ну, например, да, нацелить внимание на выполнение задач, или, например, охватить всех сотрудников чем-либо, или рассмотреть под каким-либо определенным пристальным углом зрения. В свое время Татьяна Толстая с Авдотьей Смирновой в программе «Школа злословия» замечательно резвились по поводу речевого штампа, который тоже пришел из канцелярских бумаг. «Смерть вырвала его из наших рядов». Да, приходится согласиться, что некролог – это не самый простой с точки зрения составления документа официально-делового стиля. И тот, кто когда-то придумал использовать эту конструкцию «Смерть вырвала его из наших рядов» был молодец. Образ достаточно красивый, экспрессивный. По всей видимости, смерть здесь выступает в качестве какой-то зооморфной фигуры, и вот она вырывает человека из ряда его коллег, близких, друзей и так далее. Но когда из раза в раз, из некролога в некролог, из прощания в прощание, мы слышим такого рода штамп, то эта образность, безусловно, утрачена, и, как любая хорошая шутка, которая используется многократно, она перестает быть смешной или экспрессивной. Такого же рода штамп, например, старожилы не припомнят. Если мы послушаем на средства массовой информации, то мы услышим, что единственное, что делают в современном русском языке старожилы – это не припоминают. Такое ощущение, что у них просто какая-то абсолютная амнезия, и как только что-нибудь происходит, к ним обращаются – старожилы, вы припомните? Не припомню, говорят старожилы. И это тоже речевой штамп. Третья разновидность канцелярской лексики – это так называемые универсальные слова. Их, кстати, в западной традиции зачастую называют emperors – пустые слова. Что это такое? Это слова, которые используются в разных случаях для обозначения очень широкого круга предметов. Ну, например, слово «мероприятие» или очень модное лет 10-15 назад слово «проект», которое могло означать все, что угодно, начиная от какого-то проекта в интернете и заканчивая какими-нибудь общественными проектами, общественными мероприятиями. Или еще в 70-е годы лингвисты веселились по поводу слова «вопрос». Ведь посмотрите, в каких комбинациях и как часто используют слово «вопрос» наши чиновники. Вопрос можно осветить, его можно увязать чем-то, его можно обосновать, его можно поставить, продвинуть, хотя с точки зрения русского языка продвинуть какой-либо вопрос невозможно. Но в речи канцелярских работников это допустимо. Можно продумать вопрос или поднять вопрос и так далее и тому подобное. И вот слово «вопрос» — это как раз из разряда классической канцелярской лексики, кстати, так же, как и слово «информация». Каждый раз, когда я слышу, что до нас не дошла эта информация или мы ничего не знаем о данной информации, это классический пример универсального слова, попахивающего канцелярщиной. И последняя особенность, на которую я бы хотел обратить внимание в связи с официально деловым стилем современного русского языка, это присуще только документам, особенно связанная с тем, что родовые слова, в науке их называют гиперонимы, вступают в качестве замены видовым словам, то, что в науке называется гипонимой. На самом деле любой образованный человек должен стремиться каждый окружающий предмет в его жизни назвать собственным словом, но для официально делового текста это работает ровно в противоположную сторону. Допустим, вместо глаголов «приехать», «прилететь», «прийти», «прискакать» используется глагол «прибыть». Вместо «автобус», «самолет», «велосипед», «мотоцикл», «мопед» используется словосочетание «транспортное средство». Вместо деревни, город, поселок, село, поселок городского типа используется населенный пункт. И да, мы понимаем, что для официально деловых документов это, пожалуй, правильный ход. И таким образом, кстати, официально деловой документ очень жестко себя защищает от устной разговорной речи. Понятно, что если мы создаем какой-нибудь законодательный акт и нам нужно упомянуть населенный пункт, то именно населенный пункт мы и будем использовать, а не перечислять через запятую города, села, весе. Но проблема как раз и заключается в том, что такого рода канцелярские слова, которые, еще раз подчеркну, весьма уместны и являются важной особенностью официально делового стиля, попадая в живую, обиходную, непринужденную речь, становятся заболеванием. И это, собственно, заболевание в свое время, в 1962 году в книге «Живой как жизнь» и диагностировал Корней Ивана Чуковский, когда создал термин канцелярит. Термин создан по очень понятной модели, суффикс «ит» древнегреческий по происхождению обозначает воспаление. У нас есть такого рода слова, как перитонит, гайморит, менингит, панкреатит и так далее и тому подобное. Так вот, канцеляритом Чуковский назвал неверное и невозможное появление элементов канцелярско-бюрократического языка в другой речи. В первую очередь он обращал внимание, конечно, на устную, обиходную, разговорную речь. И вот в качестве примера он приводит случай, когда возвращался из Москвы в Переделкино, где, собственно говоря, находился его дом. Его узнала одна из пассажирок, подсела к нему, разговорилась и на вопрос, куда она едет, девушка ответила, что она купила недавно дачу в благоустроенном зеленом массиве на берегу замечательного водоема. И вот Корни Иванович Чуковский был потрясен тем, что, видимо, лес можно было назвать зеленым массивом, а пруд или озеро – замечательным водоемом. И слово «водоем», и «зеленый массив» – это, безусловно, канцелярские штампы, это, безусловно, канцелярит. Такого рода слова не должны использоваться в повседневной речи, тем более в речи такого жанра, который в свое время был замечательно назван «разговором в поездах». И ситуация может усугубляться. Буквально несколькими страницами дальше Чуковский описывает ситуацию, которую он сам смог наблюдать, когда к маленькой плачущей девочке, заботившись ее состоянием, подошел молодой человек, нагнулся над ней и спросил, по какому вопросу плачешь? Согласитесь, что на месте девочке нужно было, видимо, ответить, я плачу в связи с тем, что при сложившихся обстоятельствах и так далее. Это нелепая совершенно конструкция, обращенная не только к ребенку, но и к взрослому человеку, потому что если по какому-то вопросу, то, скорее всего, не плачут, а обращаются или хотят что-либо узнать. Итак, через... Да, надо сказать, что Корней Иванович Чуковский был не первый, кто обратил внимание на вот эту вот специфическую особенность проникновения единиц официально-делового стиля в разговорную речь. Вспомню, что Николай Васильевич Гоголь весьма часто обращался к такого рода манере, которая была, оказывается, присуща русскому человеку еще и в XIX веке. И вот у Гоголя мы можем прочитать что-нибудь перед начатием чтения, табак, адресуемый в нос для воспрепятствования его намерению или события, имеющие быть завтра. Все это, безусловно, совершенно чудовищно с точки зрения русского литературного языка и недопустимо в устной речи. В качестве примера такого рода обыгывания канцелярита я приведу вам небольшой фрагмент самого начала филитона одного из талантливых писателей. В одно прекрасное утро, на лужайке недалеко от окраины, которая за сравнительно небольшой отрезок времени до неузнаваемости преобразилась, широко развернулись прения, и целый ряд ораторов выступил с волнованными речами, где были приведены яркие факты упорной борьбы имен существительных против шаблона. Получалась любопытная картина, которая не могла не оставить неизгладимого впечатления. Собравшиеся разошлись только тогда, когда наступил ясный полдень. Будем надеяться, что эта мощная волна протеста против однообразия прилагательных дойдет до литераторов, и они в твердой поступе пойдут по пути улучшения своего языка. Если бы я задал вопрос, как вы думаете, когда написан этот текст? Вот еще лет 20-25 назад можно было сказать, что прямо сейчас. Да, сейчас, в 2020 году, некоторые конструкции все-таки выглядят немножко устаревшими, но если мы решим, что это стилизация, то почему бы и нет? Ужас заключается в том, что филитон, который называется «Совещание имен существительных», был написан Григорием Ефимовичем Рыклиным, внимание, во второй половине 60-х годов. То есть вот эта вот манера излагать свои мысли с помощью каких-то странных, искусственных, официально-деловых слов, она присуща русскому человеку на протяжении уже последних 7-8 десятилетий. И еще одна книга, которую тоже можно рекомендовать, из которой вы, безусловно, столкнетесь, если захотите узнать что-либо о канцелярите, это, безусловно, книга знаменитой переводчицы, советской переводчицы Норы Галь, которая называется «Слово живое и мертвое». Впервые книжка вышла в 1972 году. В течение жизни трижды переводчик-писательница обращалась, уточняла, переиздавала книги, и до сих пор книга продолжает сохранять свою актуальность. К канцеляриту там посвящена отдельная глава. На самом деле основная идея Норы Галь, которую она излагает в этой книге, это правильный, хороший, добротный и далеко не всегда абсолютно точный буквалистский перевод. Еще раз напомню, что Нора Галь – это, например, человек, который подарил русскому человеку маленького принца. Но при этом одна из глав этой книги посвящена канцеляриту. И вот как канцелярит определяет сама Нора Галь, человек, безусловно, великолепным языковым вкусом с великолепным языковым чутем. Так что же такое канцелярит? Это выяснение глагола, то есть движение, действие причастием, непричастием существительным, особенно глагольным. А значит, застойность, неподвижность из всех глагольных форм пристрастия к инфинитиву. Канцелярит – это нагромождение существительных в косвенных падежах, чаще всего длинной цепочке существительных в одном и том же падеже родительном. Так что же нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь. Канцелярит – это обилие иностранных слов, там, где их вполне можно заменить словами русскими. Канцелярит – это вытеснение активных оборотов в пассивные, почти всегда более тяжелыми и громоздкими. И надо сказать, что вот эта фраза, которая была впервые опубликована в 1972 году, никак не утратила актуальность. И сейчас ученые все чаще говорят о том, что, по всей видимости, канцелярит, который, может, сошел почти на нет в 80-90-е годы в связи с теми социально-экономическо-политически-культурными событиями, которые происходили в постсоветской России, в 21 веке он зажил новой жизнью. И ученые все чаще сейчас говорят о появлении нового канцелярита. Такие слова, как задействовать, проговорить, наработки, конкретика, проплатить, прописать что-либо в законе, озвучить, ужасное совершенно слово, да, это как раз проявление так называемого нового канцелярита. И вот здесь я бы хотел остановиться на четырех, на мой взгляд, наиболее ярких проявлениях на уровне лексики и словообразования современного канцелярита, и это то, чего нужно бежать из собственной письменной речи, и что ни в коем случае нельзя использовать в собственной устной речи. Я бы остановился на четырех моментах. От глагольные существительные, универбаты, префиксальные глаголы и аббревиатуры. Итак, начнем с глагольных существительных. Дело в том, что сама по себе словобразовательная модель образования существительных от глаголов древняя. Есть два наиболее распространенных способа. Это, с одной стороны, образование существительных среднего рода книжного характера суффиксом «еней» или просто «ни» от глаголов, например, «оправдание», «сочинение», «предложение» и так далее. И, с другой стороны, это бессуффиксальный или бессуффиксальный способ образования существительных от глаголов типа «отзыв», «наезд», «переезд» и так далее и тому подобное. И если первая суффиксальная модель достаточно распространена была на протяжении всего русского языка, то с бессуффиксальной моделью произошла странная вещь. В древнерусском языке мы можем найти такого рода слова. Более того, в древнерусском языке существовало слово «наезд». Оно обозначало военную кампанию одного князя против другого князя или против каких-нибудь половцев или печенеков. Но на протяжении первого периода русского литературного языка, то есть от Пушкина, скажем так, до начала XX века, эта модель продолжала существовать, но не была столь активна, как в конце XX, в начале XXI века. И здесь я бы хотел привести замечательное, многократно растиражированное стихотворение Андрея Кнышева, которое как раз и обыгрывает такого рода канцелярщину в повседневной жизни. Интересность этого стихотворения заключается в том, что автор смешивает реально существующую глагольную существительность с вымышленными, но в такого рода контексте нам действительно может показаться, что все это существует, и все это, согласитесь, отдает совершенно чудовищной канцелярщине. Я прочту лишь самое начало стихотворения. Выпук тетерева, выдох вдоха, вынос тела и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В связи с отказом их от высоса нектара после выщипа цветов и выдержки травы, а также с полным вымером. И вот, если вы вслушаетесь, то в этом тексте действительно есть и существующие в русском языке слова, которые совершенно нормально воспринимаются сейчас. Это, например, вырубка, ну правда, предпочтен, конечно, вырубка леса или выгул собак, хотя выгуливание собак будет выглядеть чуть менее официально, а с другой стороны, конечно же, в русском языке нет слов «выплзни» или «выжеребкани». И вот Андрей Кнышев, как поэт с тонким поэтическим чувством языка, и поймал вот эту вот волну, связанную с весьма и весьма неудачными формами, которые бурным цветом расцветают в современном канцелярских бумагах. Вторая очень важная проблема, второе проявление канцелярита в современном русском языке – это так называемая универбация. Напомню, что универбация – это процесс образования существительного от так называемого аддиктивного или сочетания прилагательного плюс существительного, при котором основа нового существительного становится прилагательной. Чаще всего к нему добавляется суффикс «к». Ну, в качестве примера можно взять, например, слово «оборонка» вместо «оборонной промышленности». Сама по себе эта модель возникает еще в начале XX века. Тогда, например, появляется слово «открытка». И мы сейчас практически уже и не помним, что «открытка» – это универбат, такого рода стяжка, образование одного слова от словосочетания «открытое письмо». Ровно по такому же принципу образовано слово «электричка», «электрический поезд». Со второй половины XX века появляются такие слова, как «минералка» вместо «минеральная вода», «платежка» вместо «платежное извещение» и так далее. Я помню, что наше старшее поколение профессоров запрещало нам говорить «зачетка» вместо «зачетная книжка» и «академка» вместо «академический отпуск», потому что это считалось слишком разговорно и неприлично для филолога. Но вот с конца XX века этот ящик Пандоры открылся полностью, и именно в начале XXI века регистрируется огромное количество такого рода универбатов, часть из которых абсолютно странно выглядит по каким-то даже этическим вопросам. Ну, например, нельзя, все-таки на мой глубочайшее убеждение, нельзя говорить «Нобелевка» о Нобелевской премии. Или в 2018-2019 годах впервые появилось слово «лазурка». Представляете, это сокращение от «лазурный берег», «код дазур», замечательного южного побережья Франции, Средиземноморского. Вот это так теперь называется. И это, конечно, очень страшно. Пожалуйста, не используйте в собственной речи такие слова, как «молочка», «недвижка», ну или та же самая «лазурка». Следующая особенность – это обилие префиксальных глаголов, которых не существует в русском литературном языке, но которые очень четко маркируют канцелярское происхождение. Более того, у чиновников есть даже свои любимые приставки. Например, приставка «за». Согласитесь, что вы неоднократно слышали такие слова, как «задействовать», «запросить», «заволокитить», «зачитать». И вот все это находится вне пределов русского литературного языка. Все это нельзя использовать. Оставьте, пожалуйста, это чиновникам и составителям канцелярских бумаг. Сюда же относится, например, очень бурно развивающаяся приставка, точнее, бурно развивающаяся свой словоподавательный потенциал приставка «про». Уже с конца XX века регистрировались такие формы, как «пропить лекарство», совершенно чудовищное словосочетание, потому что лекарство, конечно, нужно употреблять, но и пропить его невозможно. Проколоть серию процедур, да, тоже невозможное словосочетание. Ну или глагол «проживать», который успели еще зафиксировать применительно к поздней советской эпохе, когда кто-то из школьников написал, что наша бабушка проживает вместе с нами. Бабушки, конечно, не проживают вместе с внуками, они там живут по тому или иному адресу. Сюда же относятся глаголы «прописать», «проплатить». Все это, безусловно, канцелярщина и очень-очень неприятное. Ну и, пожалуй, последнее, о чем здесь стоит сказать, это новый всплеск аббревиатур. Напомню, что аббревиатуры в истории русского языка почти не встречаются до самого начала XX века, если они и использовались в каких-то печатных источниках, то скорее исключительно из каких-то прагматических, технических и, в большинстве случаев, экономических факторов. В реальности же бум аббревиатуры возникает именно в ранне-советской этапе истории русского языка. Вспоминайте классическое описание вывеса, который видит еще Шарик в повести Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце». Вспомните «Москва швей», «Оборвалк» и так далее и тому подобное. Собственно, действительно, если мы возьмем словари советской эпохи, а сейчас уже есть такого рода источники, то мы увидим, что огромное количество новых слов, нелогизмов создавалось именно по такому принципу, по принципу аббревиатуры. Но вот как-то так получается, что во второй половине XX века русский язык в этом смысле отдыхал. У нас, да, безусловно, были аббревиатуры, были словари сокращений, но их было не так много, как, с одной стороны, в начале советского государства и не так много, как сейчас. Вот сейчас об этом очень много говорят, это действительно становится проблемой в аспектах культуры речи. Сейчас все чаще чиновники создают какие-то неимоверно невероятные комбинации аббревиатур, которые еще и сочетаются друг с другом, и это все создает, с одной стороны, совершенно неудобовариваемое чтение, а с другой стороны, что достаточно важно, за такого рода аббревиациями теряется смысл. И это, кстати, одна из проблем канцелярского языка. Зачастую обычный человек не может понять, а что, собственно, ему хотят сказать. В этом смысле, с одной стороны, в качестве примера можно привести замечательный анекдот, который возник всего несколько лет назад, после реорганизации административного устройства Москвы. Мало кто знает, что Москва давно поделена на сферы влияния между несколькими китайскими семьями. Вау, Зау, Сва, Юзау, Юау, Ювау, Зау и главный клан Цао. Если вы не москвичи, вы, скорее всего, даже не догадаетесь, что все это аббревиатуры, обозначающие административные округи. Восточный административный округ, Западный административный округ, Северо-Восточный административный округ и так далее. Ну и главный клан Цао. Вот этот ужас от обилия современных аббревиатур один из журналистов неплохо описал следующим образом. «Хотим мы этого или нет, но аббревиатуры настигают каждого из нас. Ребенок идет в ГБУ СОЖ, готовится к ГИА, мимо едет машина с надписью на дверце СБ, ГИБДД, ДПС, ГУ, МВД. Надо бы сходить к ГБУ, к врачу и не забыть взять с собой СНИПС. Мы приходим в банк и особо не задумываясь заполняем квитанцию, внося разного рода числа в строки, названные, видимо, именами древних богов. ОКУТ, ОГЭРН, БИК, БИН, ИНН и ОКАТО». Вот это аббревиатуры, которые действительно постоянно встречаются в нашей повседневной жизни, и при этом мы зачастую не задумываясь над тем, а что же, собственно говоря, значит ОКУТ, ОГЭРН или ОКАТО. Вот. И еще раз хочу обратить ваше внимание, что чем меньше аббревиатур в ваших текстах, тем ваш текст удобнее, приятнее читать, и он больше похож на классический русский литературный язык. Ну и в качестве такого рода рекомендаций, или как это принято сейчас говорить в сленге лайфхаков, я бы хотел обратить внимание на несколько конкретных случаев использования тех или иных слов, которые явно отдают канцелярщины, хотя и не всегда осознаются самими носителями языка. Первая, пожалуй, наиболее яркая вакмусовая бумажка, которая сразу выделяет человека с не очень хорошей речевой компетенцией, это глагол «являться». Как преподаватель, который работает и с курсовыми, и с бакалаврскими, и с магистрскими, с работами, с кандидатскими интерстациями, могу вам сказать, что моментально видно, насколько хорошо человек владеет русским языком. Если мы находим предложение «Пушкин является величайшим поэтом России», то это слабое знание русского языка, это не очень хороший языковой вкус. Почему? Потому что глагол «являться» — это на самом деле глагол-связка, которым легко можно пренебречь. «Оставьте глагол «являться» для официальных главных бумаг». В русском литературном языке то же самое предложение можно сказать просто «Пушкин-величайший поэт России». И с одной стороны мы украшаем текст пунктуационными знаками, это я сейчас рекомендую школьникам и учителям, а с другой стороны мы просто уходим от этого жутковатого слова «являться». Еще одно пришедшее из канцелярщины словечко, которое появляется в середине 2000-х годов — это слово «касательно». Пожалуйста, не используйте это слово, оно связано исключительно с канцелярскими бумагами, оно появляется относительно недавно, и каждый раз, когда я слышу «касательно» той или иной проблемы, меня, как человека, воспитанного на образцах русской классической литературы, это невероятно ошарашивает. Все-таки каждый раз слово «касательно» можно видеть в том, что касается чего-либо. Довольно-таки замечательный и отчасти маркирующий интеллигентную речь, но интеллигентную речь все равно с привкусом канцелярщины, оборот, который зачастую используют с образованными людьми для того, чтобы, процитирую Чехова, образованность хочет свою показать. Я имею в виду конструкцию «иметь место быть». Это когда-то кто-то, видимо, ради шутки соединил два таких же канцеляризма «иметь место» и «иметь быть», и получил такого монстра «иметь место быть». Но кто-то, не очень образованный весь, не очень хорошим чувством языка, решил, что так тоже можно, и стал использовать собственные речи. Нет, так не надо. Дело в том, что это тоже проявление канцелярщины, и это тоже не очень удачное словосочетание. Ну и в качестве, пожалуй, одной из последних рекомендаций я бы остановил наше внимание на достаточно клишированной фразе, которую мы постоянно видим в разного рода документах, например, в информационных письмах о том или ином событии, о той или иной конференции, если мы говорим о академической жизни. Я имею в виду конструкции до 30 июня. Допустим, заявки на конференцию подаются до 30 июня, или статьи в сборник по материалам другой конференции можно сдать до 30 июля. И вот возникает вопрос, а до – это означает включительно или нет? Что означает до 30 июня? Это до нуля часов 30 июня или до нуля часов 1 июля? Вот для того, чтобы избежать этой путаницы, а это действительно создает путаницу, это действительно нарушает одну из базовых характеристик текста официально-делового стиля – точность, предполагающая никакого интолкования, очень просто поступить следующим образом. Достаточно добавить слово «включительно». Если вы напишите, что статьи принимаются до 30 июня включительно, это будет означать, что до нуля часов 00 минут 1 июля. Итак, если подводить черту, можно говорить о том, что русский язык в очередной раз, так же, как, например, в начале 20 века, так же, как в 30-е, в меньшей степени 40-е годы 19 века, испытывает на себе довольно-таки тяжелый гнет канцелярского языка. Современная публиктистика, к сожалению, все больше уходит в сторону именно такой официальной деловой канцелярщины, и именно поэтому отчасти так неинтересно стало читать современные средства массовой информации. Поэтому, если вы хотите говорить на живом, правильном, хорошем, интересном русском языке, то остерегайтесь канцелярита. Спасибо, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!